Всем привет! Принесли вот такую вот бритву Panasonic. Моделька ES6003. Проблемка у нее, она не заряжается. Вот такая вот зарядная с ней идет. Выходное напряжение 2 вольта. 2,15 вольта. 1,25 ампера. Адаптер проверил. Напряжение на нем есть. Включаем. Лампочка зарядки молчит. Соответственно бритва не работает. Давайте разбирать и ремонтировать. Разбирается на отвечение вот этого винтика. Саморезик. Снимается крышечка. Далее отщелкиваются вот эти вот боковинки. Теперь нужно отвернуть. 1,2,3,4. Еще саморезик. Еще здесь два. Далее нужно отщелкнуть вот эту вот крышечку. Под ней находятся еще два саморезика. Под ней находятся еще два саморезика. не пожалели саморезов теперь открывается доступ к аккумуляторам моторчику аккумулятором пришел кирдык они потекли здесь видно окислились такие вот хитрые аккумуляторы панасоник никель-металл гидридный вот такие вот аккумуляторы здесь что-то бабахнуло тоже думал обойдется все замены аккумуляторов но нет здесь плата подгорела отмыл плату от сажи сгоревшими оказались два резистора pr7 и pr8 они в паре стоят 62 ома на одно вообще выгорело не видно на другом видно немножко что 62 ома разобрался немножко со схемы питания когда вы подаете сюда минус идет сюда плюс пошел в этой дорожке к этим резистором эти резистор они как предохранительные идут через них напряжение идет к этому диоду через диод идет уже батареи плюс плюсом батареи по всей видимости батареи вышла из строя произошло большое потребление тока из-за этого сгорели тонн и резистора сейчас меняем данный резистор меняем батареи возможно эта штука она заработает алиэкспресс приобретал набор таких вот резисторов очень часто пригождаются при ремонтах здесь очень много номиналов ссылочку на резистор оставлю ниже в описании немножечко флюшеку удалили резистор и сгоревшую перезапаиваем новые средняя площадка сильно пострадала когда сгорал резистор поэтому запаял резистор не на это место на соседние тут рассчитана по 3 резистора но стоит 2 видимо на модели на другой стоят более мощный аккумулятор и дополнительно резистор стоит но это не точно отмывая флюс флюсов он чистенько аккуратненько чтобы было после замены данных резисторов то лабораторного блока суда плюс суда минус и никакой реакции на кнопочке включения не происходит напряжение ток на лабораторнике подымается но моторчик не работает и при этом греется вот этот полевой транзистор тпс 8208 при включении зарядки светодиодный индикатор не загорается поискал у себя в наличии тпс 8208 нет посмотрел его схему он идет сдвоенный взял отпаял и передвинул на другой канал то есть первый канал остался у меня в воздухе висеть а второй канал который был здесь не задействован он стал теперь задействованным у меня и теперь при подключении зарядного светится зарядка при подаче от лабораторного источника питания за место аккумулятора все заработало то есть получается кроме того что сгорели два этих резистора сгорела еще и транзисторная сборочка вернее один канал и сгорел по хорошему конечно будет целиком заменить но если нет наличие то можно ее просто передвинуть после того как с электроникой разобрались необходимо изыскивать вот такие вот аккумуляторы я посмотрел можно сюда поставить простые аккумуляторы только они будут из этих вот штырей просто вот здесь надо будет подогнуть все это дело и установить их такие простые аккумуляторы тоже никель металлогидридные единственное отличие что у них нет вот этих вот длинных штырей плюсовой контакт достает до контакта минусовой придется здесь вот эту пластинку подогнуть и вот так вот установить так выглядеть все нужно будет назад корпус собрать думаю на этом можно завершить видео по ремонту данного аппарата думаю что нет смысла снимать его сборку так все понятно